Народ и руководство Узбекистана могут рассчитывать на Россию как на самого надежного друга. Об этом заявил Владимир Путин, который после саммита Большой Двадцатки сегодня утром прибыл в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана. Глава российского государства выразил соболезнования семье Ислама Каримова и провел важные политические переговоры. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Михаила Кинченко. На пути из Китая в Москву остановка в Самарканде. Город, в котором родился Ислам Каримов и в котором его похоронили. С аэродрома Владимир Путин направился в мемориальный комплекс Шахизинда, что в переводе означает «живой царь». На протяжении многих веков место погребения выдающихся людей Узбекистана. Последние несколько десятилетий комплекс, признанный памятником истории, был закрыт для похорон. Исключение сделали только для первого президента республики. Всепоследние дни к его могиле несут свежие цветы. Букет красных роз возложил и российский лидер. Вместе с президентом России могилу Ислама Каримова посетил и премьер-министр страны. Он также возложил букет красных роз. С мемориала Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев направились во дворец форума, в самаркандскую резиденцию главы республики. Здесь российский лидер передал соболезнования вдове Ислама Каримова Татьяне Акбаровне и его младшей дочери Лоле. Как отметил Владимир Путин еще до прилета в Узбекистан, этот визит планировался как сугубо частный. Возможность отдать дань памяти человеку, с которым сложились не только официальные, но и добрые личные отношения. Шавкат Мерзиевич, спасибо вам за то, что вы предоставили возможность приехать сегодня сюда, в Узбекистан, поклониться месту покоизма Ислама Буганиевича, первого президента Узбекистана, который так много сделал для своей страны, для своего народа. Для меня лично, я вот и вчера, будучи еще в Китае, сказал об этом. Особенно в последние годы у нас сложились с Исламом Буганиевичем очень добрые личные отношения, очень доверительные, я бы сказал. Поэтому для меня это тоже очень тяжелое событие, большая утрата. Во время короткой беседы Владимир Путин затронул и тему будущего в отношениях России и Узбекистана. Он заверил, что наша страна остается для республики надежным союзником. Ислам Буганиевич возложил очень прочную основу взаимоотношений между нашими странами, выстроил наши отношения именно как стратегическое партнерство. По сути, высказывался в том смысле, что другой возможности для полноценного раскрытия всего потенциала Узбекистана и узбекского народа в отрыве от развития отношений с Россией он не видел. Мы этим очень-очень дорожим. И, разумеется, очень рассчитываем на то, что всё, что было заложено президентом Исламом Буганиевичем Каримовым, будет продолжено. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, чтобы поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надёжных рублей. Ваш сегодняшний приезд, это о многом говорить и очень вам благодарен. Это плечо настоящего друга, это говорить о вашем личном отношении к нашему уважаемому Исламу Буганевичу, о вашем отношении к узбекскому народу. Для Узбекистана было, есть и будет взаимоотношения с Россией, это стратегическое партнерство, союзничество. И мы это будем продолжать развивать. И вот тот мост, который вместе вы с Исламом Буганевичем долгие годы выстраивали, чтобы это не поломать, а выстраивать, укреплять. Детально останавливаться на сотрудничестве двух стран российский президент и премьер-министр Узбекистана не стали. Этот разговор, очевидно, будет продолжен уже после избрания нового главы республики. По конституции досрочные выборы должны пройти в ближайшие три месяца, а до этого исполнять обязанности руководителя страны будет председатель Верхней Палаты Парламента Узбекистана Нигматулла Юлдашев. Он же считается одним из возможных претендентов на президентское кресло. Впрочем, фаворитом многие аналитики уже сегодня склонны считать премьер-министра Мерзиёева. Известно, он один из ближайших сподвижников Ислама Каримова. Кроме того, именно он руководил и траурной церемонией. Знак, который на Востоке говорит о многом. Впрочем, все, с кем бы мы ни общались на узбекских улицах, уверяли, не так важно имя будущего президента, как сохранение стабильности в стране. Всё, что было, как и прежде. Спокойствие, мирное небо над головой, благополучие. Надеюсь, тот, кто придёт, власть будет продолжать дело нашего президента. С Исламом Каримовым у нас страна была стабильной. Думаю, что он оставил своих надёжных людей. Ну, будет всё лучше, наверное. И так же стабильно, как сейчас. Главное, чтобы было спокойствие в наши времена. Мы ценим это. Впрочем, сейчас в Узбекистане стараются открыто не обсуждать предстоящие выборы, начинать политическую борьбу, да и считают неэтичным. Уж слишком мало времени прошло после кончины президента. Несмотря на то, что официально трёхдневный траур завершился, узбекские каналы по-прежнему транслируют записи субботних похорон, а ежедневные газеты публикуют соболезнования, которые приходят в страну. Михаил Акинченко, Дмитрий Кочурин, Олеся Трофимович. Первый канал. Узбекистан.